Добрый день, уважаемые саровчане! Сегодня 15 января, пятница. Я поздравляю вас со всеми прошедшими новогодними праздниками и предлагаю вам информацию об эпидемиологической ситуации в городе в целом, как на сегодняшний день, так и по итогам 2020 года. Ну и начнем, конечно, с актуальной еще коронавирусной инфекции. У нас заболеваемость COVID-19 существенно начала расти в конце октября, начало ноября. И рост шел планомерный, собственно, так же, как и по всем регионам соседним и по стране, и достиг своего пика в первой декаде декабря, когда регистрировалось ежедневно по 220-230 в среднем случаев новых заболеваний коронавирусной инфекцией. А затем она начала несколько снижаться. Во второй декаде ежедневный прирост составлял уже 180-190 случаев, и в третьей декаде снизился до 170 случаев. А дальше новогодние праздники, и уменьшилась обращаемость людей за медицинской помощью, и мы уже регистрировали заболеваемость только на уровне 70 примерно новых случаев в день. Это в праздники. И вот тут очень важно еще раз обратить ваше внимание на то, что фактически мы все время с вами говорим на самом деле не о заболеваемости COVID-19, а о выявляемости COVID-19. А это несколько разные вещи. Выявляемость у нас зависит напрямую не только от обращаемости пациентов за медицинской помощью, но и от лабораторной диагностики в данное время, в данном месте. Вот посмотрите, у нас сократилась в праздничные дни потребность людей в получении больничных листов, справок на работу, на учебу. Не работали большинство, ну львиные доли организации учреждений. И вызовы врачей, соответственно, к пациентам с легкой симптоматикой резко сократились. У нас не было необходимости тестировать работников перед поездкой или после возвращения с командировки. И, соответственно, не выявлялись и эти случаи заболевания. У нас в период праздников работали поочередно то одна, то вторая лаборатория в ежедневном режиме. И, конечно, уровень тестирования тоже был ниже, я об этом чуть ниже скажу. И из этого мы тоже выявляли меньше. Поэтому только 70 случаев в день. Но являются, отражают ли эти цифры новые 70 случаев в день истинную картину распространения инфекции в городе? Я полагаю, что нет. И первая же наша рабочая неделя это подтвердила. Ну, очевидно, что чем выше обеспеченность жителей медицинским персоналом, чем больше лабораторных мощностей, тем, конечно, выявляемость больше. И у нас в городе она одна из самых высоких вообще среди городов Российской Федерации. Еще раз скажу, не заболеваемость, а выявляемость у нас самая большая. Вот теперь про охват тестированием. Он у нас в прошлом году, в декабре, во всяком случае, составлял 630-650 в день на 100 тысяч населения. В новогодние праздники он снизился до 330 в день. Сейчас уже, кстати, он наращивается, и за первую неделю он уже достиг 490 в день на 100 тысяч населения в пересчете. И напоминаю, что все это при нормативе 200. Поэтому сказать, что у нас тестирование не делается, или что оно делается в очень маленьких объемах, я бы так не говорила. Все познается в сравнении, можете посмотреть, как это все происходит в других городах. Более того, у нас продолжалось в празднике тестирование на платной основе силами гемохелп, и этих пациентов мы тоже учитывали. Но и там поток уменьшился. Но даже вот эта самая высокая выявляемость, любая, она ни у нас в стране, ни за рубежом не показывает настоящее количество инфицированных лиц новым коронавирусом. Ну, я вам уже рассказывала о том, что проводились эпидемиологические исследования, выборочные по разным городам Российской Федерации, которые по уровню выработанных антител выявляют количество на самом деле лиц, встретившихся с инфекцией и уже таким образом переболевших так или иначе. Вот смотрите, второй этап этих исследований показал, что уже в ноябре 2020 года более 30% россиян перенесли эту инфекцию, выработав антитела. 30%. Сравниваем эту цифру с нашим городом, с высокой выявляемостью. При нашей высокой выявляемости мы в Сарове сейчас имеем примерно 15% от нашего населения переболевших. Значит, на основании этих исследований мы можем смело предположить, что еще столько же перенесли эту инфекцию, не имея диагноза. Почему? Могли перенести ее в бессимптомной форме, могли перенести ее в такой легкой форме, которая не потребовала медицинской помощи. А может быть и потребовала медицинской помощи, но люди за ней по тем или иным причинам не обратились. А может быть и обратились, но не хватило мощности для того, чтобы сделать им лабораторный контроль. То есть мы прекрасно понимаем, что на самом деле, запоминаем эту цифру, в 30% от населения страны у нас на самом деле переболели. У нас в городе выявлено 15%. В свою очередь, что эти цифры подтверждают? Они подтверждают уже известные нам факты. Первое, что вирус очень заразен и быстро распространяется по регионам и странам. Второе, что он не является самым страшным, поскольку он только более чем в 80% случаев вызывает заболевания легкой формы. А мы знаем с вами заболевания, которые есть у нас, с которыми мы живем давно, и они вызывают более серьезные вещи. Ну и третье, вы видите, что у вируса еще есть 70% населения неохвачено. Это поле их работы. И из этого мы делаем вывод, что вирус пришел к нам всерьез и надолго. Так кому же надо быть в этой ситуации особенно настороженным? И обратимся, давайте снова к Саровским цифрам, отметив основные факторы риска. Тут больших изменений нет, но все-таки сделаем акценты. Вот рассмотрим нашу заболеваемость по возрастам. Лица до школьного возраста, до 6 лет, их в структуре заболеваемости всего 4%. Это самая малоуязвимая группа населения. Школьники, лица школьного возраста до 16 лет, с 7 до 16, их около 8%. Тоже не очень много. И болеют тоже не тяжело. И таким образом в сумме всех детей получается около 12%. Вот такова доля заболевших у нас, тех, которые у нас выявлены, детей. Взрослые. Если взять в целом взрослые работоспособного возраста населения, то их как раз в структуре заболеваемости 73%. Но их мы специально делим на две группы, чтобы показать вам, что на самом деле по годам тоже есть большая разница. Лица молодые от 17 до 39 лет составляют в структуре заболеваемости 26%. А лица от 40 до 65 лет, 47 примерно, около 47%. То есть тут мы видим, что вот она как раз самая наша уязвимая группа. От 40 до 65 лет. Это лица активные ведущие, значит, они работают, они ведут активную жизнь, они много общаются. На них большая социальная нагрузка лежит. И они подвержены гораздо сильнее, чем дети. И болеют они сложнее. Вот этой категории нужно задуматься. И ей в первую очередь выполнять все профилактические мероприятия. Но и лица старше 65 лет, их у нас в структуре 15% заболевших. Это не очень много в процентах. Но печально, что достаточно тяжело болеет именно эта группа. Особенно если они имеют хронические болезни. Вот давайте перейдем к тяжести и посмотрим. По тяжести у нас в Сарове ничего не изменилось. Тяжелых форм у нас во все времена, включая вот рассматриваемый, обозримый вот период в декабря и первую половину января, по-прежнему до 1%. Средний тяжелых форм примерно до 5%. И мы опять видим, что вот гораздо больше 90% у нас заболевания, те, что выявлены, проходят в легкой форме. Ну что такое легкая форма? Это не значит, что я совершенно здоров и у меня больничный лист. Нет, конечно. Среди них есть люди, которые переносят заболевание очень ощутимо. Просто оно по статистике относится к легкой форме. И также, как при гриппе, допустим, будет вам более понятно, оно также вызывает осложнение. Почему? Потому что оно бьет и вызывает, провоцирует обострение наших хронических заболеваний. У кого какие есть и обостряются. Провоцирует их, оно вызывает их прогрессирование. И тем самым дает осложнение именно на те органы и ткани, которые у нас перед этим были поражены. Поэтому даже легкое течение заболевания подлежит, конечно же, обязательному лечению на дому в данном случае у нас в Российской Федерации. И при выписке у доктора можно поинтересоваться, если у вас есть хроническое заболевание. Какие еще препараты нужно профилактически попринимать? Как на что обратить внимание? Что нужно сделать? Это вторая наша уязвимая группа, на этом я тоже делаю акцент. Ну и летальность, об этом много говорят. Но если мы видим по процентам, у нас увеличилась летальность на 0,1%. На сегодняшний день, я посчитала прямо в сегодняшних цифрах, у нас от количества выявленных заболеваний умерло 0,6%. Еще раз напоминаю, что это гораздо ниже, чем в Нижегородской области и в Москве и по России в целом. Но опять же, может быть, это потому, что у нас выявляемость просто выше. Может быть, и в этом дело. Но я хочу сказать, что в таком случае считается смертность. Смертность считается просто количеством смертей от ковида на количество населения города. И в этих цифрах мы тоже опережаем, в хорошем смысле слова опережаем. То есть у нас мало очень смертей в пересчете на наше население города по сравнению с другими городами. Можно еще сравнить нечистую эту смертность. А вот у нас сейчас по итогам есть такое понятие, как избыточная смертность. То есть мы просто сравниваем смертность 2019 и 2020 года от разных причин. И смотрим, может быть, там просто не учтены эти лица умершие. Может быть, они от ковида умерли, а их прикрыли и не знали. Это тоже цифра очень показательна. И в этих цифрах мы тоже выглядим очень с вами достойно. Поэтому сказать, что ужас-ужас и у нас что-то прямо вот умирают в городе люди, я бы так не сказала. Ситуация пандемии, естественно, увеличила смертность. Как от ковида, так и от хронических заболеваний, которые этот ковид спровоцировал. Это факт. Итак, средний воз... Вот давайте, кто у нас умер? Давайте прямо пройдемся по месяцам. В декабре у нас умерло 35 человек. Это много, но от количества вновь выявленных, это опять все те же самые проценты. Я вас возвращаю все с тем же цифром. Цифры вещь упрямая, от них никуда не уйдешь. Вот так и течет ковид. Вот такую он примерно вызывает летальность. 35 человек. 20 мужчин и 15 женщин. В январе, вот не весь еще январь, еще только полянваря прошло, уже умерло 12 человек от ковида непосредственно. 5 мужчин и 7 женщин. Средний возраст умерших 75 лет. Это люди в основном от 60 до 94 лет. За исключением трех людей. Я их специально выписала себе. Это и мужчины, и одна женщина в возрасте до 60 лет. Но старше уже фактически 40. Вы понимаете, значит, среди этой категории, мы уже опять говорили о возрастах, да, и я проанализировала те хронические заболевания, которые были, которые обострили этих людей, которые не дали им возможности пойти на лечение. Абсолютно у всех умерших у нас были такие сопутствующие заболевания, еще раз их повторю, чтобы вы их знали, как гипертония, сахарный диабет, ожирение, атероекардиосклероз, онкология и энцефалопатия. У многих в сочетанной форме. То есть было несколько таких заболеваний. И интересно, тот же анализ показывает, что их же сверстники, то есть люди такого же пожилого возраста, но или совсем не имеющие хронических заболеваний, что, кстати, в наше время редкость в таком возрасте, или имеющих их на более в легких степенях тяжести, проявления и прогрессирования, они выздоравливали. То есть вот на этом делаем акцент. Значит, лица старше 60 лет с хроническими заболеваниями, это у нас с вами самая уязвимая форма. Самая критическая группа. Как этой критической группе остерегаться и как беречься? Ну, первое, конечно, это продолжать соблюдать меры профилактики, важнейшие из которых это максимальное сокращение близких контактов, именно расстояние вот этого вот с другими людьми, защиту органов дыхания всеми возможными способами, свежий воздух и здоровый образ жизни. Вот это самое важное. Если вот это выполнять, остальное, оно, как говорится, приложится. Ну и второе, неприемлемая вакцинация. Меня многие спрашивают, каков ваш прогноз, когда закончится эта волна? Она у нас закончится тогда, когда у нас сформируется коллективный иммунитет. Для коллективного иммунитета нужно не менее 60% невосприимчивого к вирусу населения. Вспоминаем с вами цифру в 30, то есть мы его не достигли. Если мы сейчас не проведем вакцинацию и будем ждать, когда у нас естественным образом сформируется коллективный иммунитет, мы в этой вспышке, в пандемии, в росте, как хотите это назовите, вот в этой вот ситуации, в которой мы сейчас находимся, пробудем еще очень долго. Если отпустить ситуацию, снять сейчас, не выполнять никакие меры, мы, конечно, эти цифры достигнем быстро, но у нас резко заболеет огромное количество населения. У нас будет перегружена система вся здравоохранения. Она не выдержит, рухнет, а значит, погибнут те, кому сейчас, и погибнут в гораздо большем процентном составе лица, которым нужна специализированная помощь. Поэтому мы вот таким образом сейчас оттягиваем все это время. И альтернативе вакцинации, как средству, которое бы сейчас сняло вот этот вот уровень, масштаб, предотвратило бы новые смерти и разгрузило систему здравоохранения для оказания помощи другим пациентам с другими заболеваниями, вот альтернативе вакцинации сейчас специалисты всего мира не видят никаких других способов. Но эпидемиологи, опять же, говорят, что, учитывая то, что достаточно заразен вирус, и он еще и мутирует, вспоминаете сейчас и британские штаммы, много о нем говорят и другие, вирус всегда мутирует в таком ключе, чтобы как можно больше, как можно быстрее заражать, как можно проще, меньшими дозами, но в более легкой форме. Вот это общая такая эпидемиологическая классика. Поэтому, если он еще и быстрее будет заражать, тогда по всем эпидемиологическим правилам посчитано, что должно быть тогда защитный уровень невосприимчивых лиц, то есть лиц, имеющих антитела, в данном случае полученных вакцинальным путем, потому что иначе мы их так быстро не получим, до 80%. Поэтому вакцинация – это хорошо. У нас до Нового года было провакцинировано в городе уже 149 человек. Сейчас в город пришла вторая партия вакцинов, полторы тысячи людей, полторы тысячи доз, соответственно, на полторы тысячи людей. Я надеюсь, что в первую очередь будут охвачены вакцинации лица из критических групп, в правилах расписано, кто это. Но мы помним о том, что вакцинация является от COVID-19 добровольным делом. Поэтому я сейчас обращаюсь как к руководителям всех организаций предприятий города, так и конкретно ко всем жителям, для того, чтобы вы определились со своими приоритетами, со своими желаниями и донесли эту информацию до клинической больницы. Они формируют списки, они формируют порядок и начнут, я надеюсь, уже со следующей недели, вакцинацию против COVID-19, второй наш этап. Пожалуйста, обращайтесь в клиническую больницу, все вопросы вы там эти решите. Ну а сейчас я хочу перейти к другим инфекциям, которые я вам обещала, по другим инфекционным заболеваемости. Вот подводя итоги 2020 года, мы констатировали значительное снижение по всем другим инфекционным заболеваниям среди жителей города. И вы знаете, это очень приятный бонус 2020 года. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Вот, посмотрите, ограничительные мероприятия массовые были, причем разные по силе в течение года. Защита органов дыхания, тщательная обработка рук кожной антисептики, входные фильтры на работе, на учебе. Много было периодов, когда они работали, коллективы различные. И посмотрите, все эти меры помогли нам не только сдерживать сам COVID-19, то, о чем мы только что с вами разговаривали, но они еще нам и помогли существенно профилактировать другие инфекционные заболевания. Вообще такого эффекта, вот во всяком случае, пока я работаю в городе и знаю от своих коллег, такого у нас еще никогда не было. Любая инфекционная заболеваемость, она имеет свои взлеты и падения, и что-то одно вырастает, что-то другое падает, причем так это все очень незначительно. А в этом году, ну просто еще раз повторюсь, очень приятный бонус. Вот давайте прямо по цифрам. В три раза снизилась заболеваемость геморрагической лихорядки с почечным синдромом. А это, напоминаю, заболевание-то не такое уж простое, от него и смертность тоже есть, и тяжелые очень случаи. В три же примерно раза снизилась заболеваемость всеми кишечными инфекциями, всеми, которые у нас только регистрируются в городе. Вы можете себе представить? Коклюшем в три раза, глистными инвазиями в три раза, с трептококковой инфекцией. В два раза снизилась заболеваемость с альмонеллезом, хроническими вирусными гепатитами, с карлатиной, опоясывающим лишаем. Снизилась даже ВИЧ-инфекция, которую мы вообще не ожидали, что снизится в этом году. Это очень, конечно, нас радует, и это еще раз подтверждает высокую эффективность профилактических именно мер в защите здоровья людей. Ну, на этой позитивной ноте я с вами прощаюсь. Желаю вам всего доброго, желаю вам хорошего здоровья, благоразумия в его сохранении, и до новых встреч!